МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Родились дважды. Дагестанские врачи чудом спасли многодетную мать и ее ребенка. Лидеры мусульман региона в Дагестане. В Махачкале пошел конгресс мусульманских общин Северного Кавказа. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Обман зрения длиною 8 лет. Лечебное учреждение в селе Доходаевка есть на карте, а в реальности бездействует. В чем дело, выясняли мои коллеги. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это итоги недели на канале ННТ. И я, Мурат Ахмедов. Владимир Васильев побывал с рабочей поездкой в городе Буйнакск. Там глава региона посетил новый сквер в Сантанаме. Место было выбрано не случайно. Это один из самых крупных объектов республики, благоустроенных в рамках проекта «Мой Дагестан. Комфортная городская среда». На благоустройство территории ушло порядка 16 миллионов рублей. 16 миллионов построил это все. Очень красиво. Могли дороже постройки. Я уже даже сам понимаю, что могли. Причем архитекторы не занимались. И ко мне. Они сами сказали. Советовали с вами. Большое спасибо. Ведь советовали с вами. Советовали? Советовали. В таком случае, вот, это будет дешево. Понимаете? Поэтому это обязательно будет дешево. Но при этом я бы хотел, чтобы мы все тоже дадим. Вот так успокоились. Качество воды, дороги и благоустройство улиц глава Дагестана обсудил на встрече со старейшинами республики. Кураторы проектов рассказали о ходе реализации приоритетных проектов развития региона. Работы будут продолжены. Для этого уже выделен бюджет на 2020 год. Мы в этом году действительно предуспоряли 771 миллиона рублей на реализацию этой программы, в том числе 368 миллионов рублей. То есть 638 миллионов рублей мы предуспоряли на дороги городов, за исключением Ахачёвы и Ербетов, потому что они по отдельным программам финансируются. И 132 миллиона рублей мы предуспоряли на дороги и проектов. Так вот, в следующем году у нас эта программа подоставит до 1 миллиарда 250 миллионов рублей. И мы весь прирост предлагаем направить на дороги района. Это будет чуть меньше 600 миллионов рублей. Противодействие идеологии терроризма, в том числе среди мигрантов, эту важную тему обсудили на 7-м конгрессе мусульманских общин Северного Кавказа. Мероприятие прошло на неделе в Доме дружбы Махачкале. В работе форума приняли участие религиозные, политические и общественные деятели регионов СКФО. Выступающие говорили, что для сохранения мира и стабильности в обществе необходимо продолжить активную духовно-нравственную и просветительскую работу среди населения, в том числе и в сети интернет. Не секрет, что нынешнее поколение молодежи растет и воспитывается в интернет-пространстве, в социальных сетях и на улице. В основном вне влияния родителей. В связи с этим хочется отметить важную роль в проведении духовно-просветительской работы. Именно здесь обществом утрачены многие позиции, отошли на второй план духовно-нравственной ценности, идет их подмена худшими образцами массовой культуры. И в этом направлении особенно важны совместные усилия духовенства, интеллигенции, ветеранов и других общественных сил. В завершении мероприятия участников и организаторов Конгресса наградили памятными подарками. В Дагестане заменят все старые школьные автобусы. Более 160 автобусов до конца текущего года поступят в республику. Об этом сообщили в пресс-службе Миноборнауки Дагестана. Впервые школьный автопарк обновляется за счет регионального бюджета. 186 миллионов рублей предусмотрено на эти цели. Деньги позволят закупить 95 автобусов, которые пригодны к эксплуатации в течение 10 лет. Отметим также, что в текущем году за счет поддержки федерального бюджета будет закуплено еще 70 автобусов. Первые рейсы они совершат уже до конца этого года. Цены на продукты в Дагестане выросли на 3%. О росте потребительских цен сообщили в региональном органе госстатистики. Так, в ноябре этого года наблюдалось подорожание плода овощной продукции. Цены повысили в среднем на 5,5%. Больше всего подорожали помидоры, огурцы, виноград, чеснок и груши. При этом подешевел сахар, пшено и некоторые виды кондитерских изделий. Сразу три объекта социальной инфраструктуры благодаря программе комплексного развития сельских территорий открыли в Талярдинском районе. Так, в рамках проекта «Мой Дагестан – моя вода» сдан водопровод в селении их одеял протяженностью 3,5 километра. При этом установлены два резервуара, рассчитанных на 150 тонн воды. Завершилось здесь и строительство фельдшерско-акушерского пункта. Еще один фаб появился в селении Цумилух. Отметим, что оба медпункта в Талярдинском районе построены по утвержденным типовым проектам. На объектах установлены пластиковые окна и кровля из профнастила. В зданиях расположены нескольких кабинетов, оборудованные всем необходимым. К сожалению, порадоваться за дороги можно не везде. Жители поселка Новый Кихулай вот уже 10 лет пытаются решить проблему плачевного состояния улицы Абдулаева. Дорога здесь в разрушенном состоянии, а вода из трубопровода бьет ключом. Активисты ОНФ отреагировали на обращение граждан и прибыли на место. Зумруд Гамидова разбирала ситуацию. После одного дождя здесь невозможно проходить. Ни с колясками не можем выйти, нормальной обуви не можем выйти. Я иногда бахило одеваю и выхожу, иду до асфальта, а потом это что такое. На свою проблему жители улицы Абдулаева пытались обратить внимание властей больше 10 лет. В 2008 году улица была асфальтирована, однако этот участок дороги остался нетронутым. Более того, при малейшем дожде канализационные стоки заливают улицу и затапливают дома. Мы поменяли своими силами водопровод, который установили городские власти в 90-е годы. Поэтому сейчас она течет. Через каждые 10 метров мы ставим хомуты, поэтому невозможно вот так нормально жить. Постоянно на улицах вода. Проблемы, по словам жителей, начались после того, как на соседней улице проложили ливневую канализацию. Еще при прокладывании трубы рабочие наткнулись на проложенную раннюю хосфекальную канализацию. Отрезав мешающую им трубу, присоединили ее к ливневке. Позже канализация забилась и стала отравлять жизнь горожан. Асфальт, почему мы говорим, потому что при укладке асфальта, значит, по правильному уклону вода, дождевая вода ушла бы в сторону. И наши огороды, дома остались бы чистыми и так далее. Мы хотим этого. Мы просим вас всех именно помочь этой части и асфальтировать нашу часть улицы Абдулаева и поменять водопроводную линию. Вместе с сотрудниками ЖКХ активисты ОНФ осмотрели проблемный участок. Коммунальщики заверили, что есть проектно-сметная документация и неоднократно давались предложения на включение улицы в план капитального ремонта. Однако всякий раз работа откладывались. К сожалению, финансирование не было и она осталась так за бортом. На следующий день мы очередной раз сделали замеры, сейчас сделаем дефектный акт. Здесь есть проблемы, связанные с водопроводом, канализацией. Нами будет направлено письмо Горводоканал для устранения этих недостатков. И нужно будет искать пути финансирования. Наряду с проблемой канализации существует и проблема ветхого трубопровода, который требует замены. Почти каждые 10 метров есть протечки, вода бьет ключом из-под земли, отчего на улице образуются большие лужи. Принято решение с представителями УЖКХ города и представителями Ленинского района города Махачкалы, что необходимо собрать необходимую документацию, подготовить проект на смертную документацию и включить данную улицу в ближайшее время на реконструкцию и на асфальтирование. Со стороны Народного фронта мы будем это держать под своим контролем и надеемся, что принятые меры придут тому, что будут созданы нормальные и приличные условия для людей. По итогам проверки активисты ОНФ обратились в администрацию города с просьбой содействовать устранению проблем. Необходимые меры должны принять и в Махачкала водоканале, ведь речь идет о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. Сейчас же единственным решением ситуации остается подсыпка дороги Грави. Зумруд Гамедова, Даут Гасанов, телеканал ННТ, Махачкала. Специальный конверт, посвященный столетию со дня рождения генерал-полковника Магмеда Танкаева, выпущен в почтовое обращение. Торжественная церемония гашения конверта прошла накануне в Махачкале. К памятной дате был изготовлен специальный штемпель с изображением героя и упоминанием памятной даты. Всего в оборот поступит 100 тысяч таких конвертов. Первый оттиск штемпеля поставили почетные гости мероприятия, среди которых были представители правительства республики, военного комиссариата, общественники и родные Магомеда Танкаева. Слово, который внес ощутимый эффект в жизнь, в восстановление и разрешение Дагестана, человека всесторонне одаренного, удовольствия военачальника, талантового дипломата, патриота Дагестана, России, Советского Союза. Человек, который всегда любил свой народ, его жизнь практически является примером. За большие заслуги перед государством Танкаев был награжден 40 медалями и орденами. Те, кто дружил и общался с прославленным дагестанцем, вспоминали его как человека мужественного, грамотного и мудрого. Дагестанские врачи чудом спасли многодетную мать. Шестые роды для жительницы Казбековского района стали не только днем появления на свет нового малыша, но и вторым днем рождения. Женщину буквально вытащили с того света. Любовь Потапова решила родить дома, в одиночку. Однако в результате кровотечения роженица потеряла сознание. Шансы на спасение были минимальны. Медики решили экстренно эвакуировать больную на вертолете в Махачкалу. В тот момент, когда прилетели наши борт-реаниматологи и борт-акушер-гинеколог, была следующая ситуация. Констанцированно поставлен был диагноз, значит, что кома третьей степени, состояние после массивной кровопотери, и надежды очень были низкие на то, что будет результат от оказанной медицинской помощи. Потому что оценить степень кровопотери в настоящий момент было невозможно. По цифрам гемоглобина, который был установлен у пациентки, 22 грамм на литр, то есть была предположительно оценена кровопотеря около 4-4,5 литра. Сейчас женщина уже идет на поправку и переведена из реанимации в отделение гинекологии. Ребенку тоже ничего не угрожает. А как себя чувствуете уже? Плохо было вначале. Сейчас, не знаю, все болит. Но сразу в себя тоже не приходишь. Так вот. Ну, лучше, все равно лучше и лучше. Так каждый день немножко уже. Помню, плохо стало дома. И этот, хорошо, что у меня соседка медсестра тоже рядом была, пришла. Быстро пришли, помню. Не помню, помню, упало все. Накануне в Махачкале открылась очередная сельскохозяйственная ярмарка, приуроченная к завершению в Дагестане осеннеполевых работ. Свою продукцию на ней представили фермеры со всей республики. В первый же день ярмарка собрала сотни покупателей. Подложение темы. Сюжет моих коллег. Яблоки, груши, виноград, от изобилия фруктов и овощей разбегаются глаза. Есть товары и в законсервированном виде. Соки, копчености и колбасы. Труженики села привезли в столицу региона мясную и молочную продукцию, мед и рыбу. Горожане получили возможность к Новому году приобрести экологически чистую продукцию напрямую у сельхозтоваропроизводителей по ценам ниже рыночных. Цена приемлемая, очень много изобилия фруктов, овощей. Почаще бы таких ярмарок организовывали. Мы очень рады, спасибо большое. Очень приятно, что перед Новым годом построили ярмарку. Хорошие цены. Единственное, что жалко, что я есть, не это очень мало. А так все хорошо. Яблоки очень хорошие, дешевые. Наряду с горожанами по торговым рядам прошелся и министр сельского хозяйства республики. Он осмотрел представленную продукцию и пообщался с аграриями. По словам Абзагира Гусейнова, ярмарка проводится с главной целью обеспечить жителей Махачкалы качественной продукцией и по ценам ниже рыночных. В целом, год завершаем очень позитивно. По всем показателям мы растем. Поэтому еще раз хотел бы поблагодарить всех тех, кто трудится в полях, кто выращивает скот, кто производит молоко, а также переработчиков. Очень много переработки и фруктов, и вообще очень много сыра, очень много молочной продукции. Цены тоже на рынке достаточно низкие. Порядка 20% скидка по сравнению с рыночными ценами, которые сегодня установлены и в гастрономах, и на наших подростковых рынках. Сыр, масло, сметана, свежее мясо и многое другое. Садоводы привезли овощи прямо с грядок. Большой выбор сезонных фруктов. Привезли все, что смогли вырастить в этот сезон. Здесь работали и представители ветеринарных служб, которые осуществляли проверку реализуемой продукции. Праздничное настроение и особый колорит ярмарки придавали местные творческие коллективы. Звучала музыка, пели песни и танцевали. Кроме того, для гостей мероприятия была организована бесплатная полевая кухня. Ярмарки стали хорошей традицией, ведь недорогие продукты с первого круга населения всегда пользуются спросом. Потому в будущем они будут проходить перед каждым республиканским праздником. Замрут Гамидова, Наут Гасанов, телеканал ННТ Махачкала. Жители села Дахадая в каком-то Аркалиньском районе жалуются на состояние фельско-акушерского пункта. Его возвели еще 8 лет назад. Однако обращаться за медицинской помощью в этот ФАП местные люди не могут. Объект не введен в эксплуатацию и рушится на глазах. Представители Общероссийского народного фронта выехали на место, чтобы узнать причины такого бездействия местных властей. Увидели своими глазами все и наши коллеги. Слово понимать Ханаповой. Окна выбиты, трубы заржавели и стены осыпаются. Этому зданию будто полсотни лет. И в список ветхих оно бы легко вписалось. Вот только построен этот фельдшерско-акушерский пункт в 2011 году. С того времени никому из местных жителей первая медицинская помощь здесь так и не была оказана. Когда сперед строить начали, мы обрадовались, конечно. Но долго строился. Построили и не приняли. Давно пора здесь ПАП построить и сдать людям. А то некуда. Давление проверяют, уколы делают людям. Больные здесь есть. Но первую помощь оказывают людей. ПАП не введен в эксплуатацию из-за несоответствия требованиям, отмечают специалисты. О несоответствии налицо. На строительство и ремонт этого небольшого объекта было выделено более 6 миллионов рублей. Все ли средства пошли по назначению? Теперь предстоит выяснить. На видео все это снял. Приеду сегодня в министерство, я доложу своему министру, тем, кто меня выполномочил поехать сюда, в каком состоянии все это находится. А как вы оцениваете? Оцениваю, что здесь 6 миллионами, якобы, которые выделили сюда, это дело не пахнет. Тут нету 6 миллионов. По моему сугубо, моему личному мнению, здесь максимум 2,5-3 миллиона. Это за уши потянут. Куда остальные деньги ушли, что с другими деньгами стало, мне непонятно пока. Будем разбираться. В селе Доходаевка живет около 500 человек. За медицинской помощью жителям приходится ехать за 7 километров. Уже два раза, например, его отремонтировали, вот это все. Она сцепится без отопления, это все. Люди, которые наши, например, здесь живут, взрослые люди. Уже многие даже умерли за это время. Ездим на Волокский район в больницу. Никто не хочет принимать. Там, говорят, у вас есть свой. Хотя у нас, сами видите, посмотрите, что. Почему за эти 8 лет ситуацию не разрешили? Ответа на этот вопрос пока не дает никто. Ни контролирующие органы, ни администрация района. Однако разыграть новый тендер на строительство этого же ФАПа власти торопятся. А вот разобраться со старыми недоделками не спешат. Решение вопроса в том, чтобы была создана соответствующая комиссия компетентная в составе и Министерства сельского хозяйства, и в составе администрации Кунтеркалинского района. Мы войдем в эту комиссию, как общественники, для того, чтобы разобраться, в чем причина, почему ФАП до сих пор не работает. Вот такая наша позиция. Я думаю, что решение будет найдено. Но хотел бы выразить сожаление по поводу того, что у представителей администрации района не нашлось времени с нами вместе прийти сюда, посмотреть, разобраться. Видать, они хорошо знают проблему. Отметим, что объект был построен по линии Минсельхоза по федеральной программе устойчивое развитие сельских территорий. Затем дважды отремонтирован застройщиком. Однако эти работы так и не привели ФАП в надлежащий вид. По тематам Ханапова, Муса Садгирей, в новости ННТ, Кунтеркалинский район. Строительство духовного центра имени пророка Исы, мир ему, идет полным ходом. Уже стало доброй традицией высаживать новые деревья на аллее возле народной стройки. Внесла свой вклад в благое дело и семья Дадаевых. Визит был неофициальным. Вместе с супругой, отцом и матерью, мэр Махачкалы посадил здесь дерево. Продолжит Камиль Девятов. Аллея дружбы открыта для всех. Посадкой деревьев занимаются не только коллективы различных организаций, как мы привыкли это видеть, но и семьи горожан. Мэр Махачкалы Салман Дадаев и его домочадцы не исключение. Несмотря на свой плотный график, градоначальник нашел время прийти и посадить дерево. Для меня на самом деле выпало такое счастье, получается иметь возможность, с учетом недавнего проживания за пределами Дагестана, сегодня я имею такую возможность участвовать в таком благом деле, как посадка деревьев, причем на таком важном месте, где будет конкретная аллея. В столице посадка деревьев стала доброй традицией. Салман Дадаев призвал не только махачкалинцев, но и всех жителей республики принять участие в озеленении аллеи, расположенной у духовного центра пророка Исы. Деревьев немного, аллея, какая бы она большая была, не была, она имеет свои ограничения, так что пока есть возможность, братья, призываю присоединиться к этой акции. Дети с ограниченными умственными и физическими способностями особенно нуждаются в заботе и внимании взрослых. Общественники регулярно проводят благотворительные акции. Вот и на этот раз коллектив махачкалинской автозаправочной станции «Оригинал» посетил дом-интернат «Забота». Гости принесли с собой вкусности и подарки, а самое главное – подарили детям теплообщение. Хамзанур Магомедов подробнее. В этом интернате пребывают более ста детей. Все они без сохранного интеллекта. Большинство из них родители бросили еще в роддоме. В отделении милосердия детишки еще и физически неполноценные. Они не могут самостоятельно передвигаться, а кто-то постоянно лежит или сидит. Им нужен особый уход. Именно их посетил коллектив «Оригинала». Я даже не могу сказать, выразить эти словами, когда у нас дети здоровы, у кого-то больнее. Это все от Всевышнего, но тем не менее я желаю всем, чтобы у всех были здоровые дети. Дай вам здоровье, всеми детям, всем. И тем не менее, чтобы мы не забыли больных детей тоже. Чтобы мы часто посещали такие места, сделали добро. Гости принесли с собой фрукты, сладости и памперсы. Но самое главное – не подарили детям любовь и внимание, которого они лишились от своих родных родителей. Гости нас балуют своим вниманием. Сегодня к нам пришли с подарками АЗС «Оригинал». Хочу сказать большое спасибо за то, что у вас было время, а главное – желание прийти к нам. Наши дети, если вы заметили, очень любят гостей. И это внимание дорогого стоит. Несмотря на физические и умственные трудности, эти ребята проходят курс лечения и получают полноценное образование. Помимо постоянного пребывания здесь есть и дневное. То есть родители каждое утро приводят ребенка в интернат, а вечером забирают. В интернате уютно, тепло, а самое главное – чисто. Остается почаще уделять ребятишкам внимание, ведь чужих детей не бывает. Ведущие борцы не только России, но и других стран сошлись на соревнованиях во Владикавказе. Там в минувшие выходные проходил третий международный турнир «Аланы». Сколько золотых наград увезли домой вольники из Дагестана? Узнаем в материале Курбана Рагимова. 25 стран мира, более 200 борцов. На турнире «Аланы» вольники не только подводят итоги уходящего сезона. Здесь формируется состав на весну 2020 года. Результаты соревнований будут учтены при формировании состава сборной России на чемпионат Европы, а того схватки на коврах более чем захватывающей. Борьбу в Осетии любят так же, как и в Дагестане. Дворец спорта «Манеж» едва вместил всех желающих. Вход был свободным, трибуны заполнились до отказа, люди стояли даже в проходах. Чем ближе к финалу, тем сильнее накалялись страсти. В отсутствие лидеров тренерский штаб сборной Дагестана рассчитывал в основном на молодежь. Первым о ждании наставников оправдал победитель юниорского первенства мира Ахмед Идрисов. Хасавюртовец проводил лишь второй турнир среди взрослых. Показав зрелую борьбу, ученик Али Исхакова добрался до финала, где уверенно взял верх над призером чемпионатов мира из Монголии Бехбияром Эрденебатом. Как считаешь, за счет чего тебе удалось одержать вот эту важную победу на соревнованиях Аланы? Не знаю, я тренировался, готовился. Нашу скорость, наверное. В голове что у тебя было, когда счет был 2-2 против Монгол? Он ведь цепкий парень. Ну, я думаю, я верю в себя, я выбрал, выйдь, хочу схватку. Напряженными и зрелищными выдались почти все решающие схватки. В дагестанском финале в весе до 61 килограммов исход предрешил дебют, где Рамазан Ферзалиев оторвался от Абазгаджи Магометова и потом уже сумел удержать преимущество. Рамазан Ферзалиев, Россия, Хасавюрт. Пожалуй, самое ожидаемое для местной публики стала победа олимпийского чемпиона Саслана Рамонова. Осетинский борец спустя 3 года спустился в родной вес до 65 килограммов. В схватке за золото он одолел финалиста молодежного первенства мира Курбана Шираева и, похоже, всерьез включился в гонку за попадание на игры в Токио. Самое главное, чтобы наша команда попала на Олимпийские игры, потому что они там опять начинают разводить всякую ерунду. И, к сожалению, спортсмены попадают под эти какие-то политические моменты. Помимо Рамонова, своих зрителей порадовали Черемен Валиев, Сосланг Цоев, Хетик Цаболов и Батрас Газаев. Пятибальный бросок последнего и вовсе буквально взорвал весь моножек. Золото в полутяжелом вести, как и ожидалось, увез с собой олимпийский чемпион из США Кайл Снайдер, который, к слову, пообещал своему главному конкуренту на ковряду Рашиду Садулаеву приехать со своей семьей в Дагестан. В страну горы отправились еще две медали высшей пробы турнира Аланы. Сначала Халил Аминов расстроил публику, выиграв в упорной схватке у Кахабера Хубешты. Этот гул трибун, признался потом дагестанец, только придавал ему сил. Я аплодировал, чтобы они не обижались на меня, это спорт, выигрывать сильнейший. Было понятно, что они будут валять против меня, так как я выходил с их земляками, очень хорошими спортсменами, фаворитов это весь, можно сказать. Я как бы готовился неплохо, провел сбор в ЦОПе, подошел хорошо, в хорошей форме, на каждую схватку настраивался максимально. И вот. А затем Магомед Курбанов за две секунды до конца встречи сломил сопротивление иранца Мухаммада Ибрахими. Верил до последнего, верил. Потому что хорошо подготовился до последнего, верил. А почему раньше не включался? Настроен был в конце на одну атаку. Как и в предыдущие годы, организаторы учредили для медалистов солидные призовые. Так, чемпионы получили по 5 тысяч долларов. Для российских борцов следующим этапом отбора на чемпионат Европы станет Ярыгинский турнир. Он пройдет в конце января в Красноярске. Курбан Рагимов, Магомед Расул, Магомедов, телеканал ННТ, Владикавказ. И это главное, чем запомнилось нам эта неделя. До встречи в следующее воскресенье. Удачи вам, друзья. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова